Здравствуйте! В эфире новости спорта, подготовленные агентством Тюменская арена. Она у нас одна такая. Зюдаистка Наталья Кузютина стала вице-чемпионкой мира. Бронзовый призер Олимпиады в Рио впервые в карьере вышла в финал главного планетарного турнира сезона. И сделала это в Токио. Медаль в Сибирячке стала первой на Мундиале для сборной России. Тюменка начала путь к пьедесталу со второго круга. Быстро была побеждена Александра Лариса Флориан из Азербайджана. Далее все время приходилось уходить с соперницами в голденскор. Путь в финал лежал через встречу с лидером мирового рейтинга Амадин Бушар из Франции. Эта схватка получилась безумной игрой нервов. Трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Кузютина вышла на татами с невероятным настроем. Это вылилось в тактику. Тюменка начинала захваты и активно атаковала. В первые 4 минуты встречи судья раздавала только замечания Шидо. На второй минуте голденскор россиянка классно отработала в защите и отправила Амадин на бросок. Рефери из Монголии изначально показала оценку Япон, но после видеоповтора решение было изменено на Вазаари. Никакой роли в дополнительном времени это не играет. Кузютина вышла в финал, в третий раз в карьере одолев Бушар. В финале Натальи не повезло в борьбе с юной японской машиной ипонов Утой Абе. Но это серебро для тюменки точно отливает золотом. За секунду до. Минифутбольный клуб Тюмень с трудной и яркой победой стартовал на домашнем предсезонном турнире. Дожжав казахстанский аят по сценарию одного из самых популярных интернет-мемов. Наставник хозяев Игорь Путилов начал встречу в две четверки. За последний рубеж сибиряков отвечал Сергей Логинов. И Сухим сумел продержать его до пятой минуты, когда бразильский новобранец черно-белых Виллиан срезал мяч в свои ворота. Отличную возможность сравнять счет не реализовал Иван Лобков, а затем шанс отличиться упустил Андрей Соколов. В середине стартового тайма легионер реабилитировался 1-1. Но вскрыть владение Смолина повторно у действующих чемпионов России получилось далеко не сразу. Трижды хозяева попадали в штанги. Стойки расстреляли Сергей Абрамович, Бруно Тафи и Виллиан. А за секунду до перерыва Логинов нарушил правила в борьбе с Азатом Валиулиным. Российский легионер Аята Константин Агапов прямым ударом со штрафного поразил ворота черно-белых 1-2. Сравнять счет тюменцы смогли только за пять минут до финальной сирены. Андрей Батарев с Виллианом нарисовали красивую комбинацию, которую точным ударом завершил многодетный отец. Путилов на последние минуты поединка бросил в бой бригаду большинства. Сибирякам удалось вырвать победу в формате 5 на 4 за секунду до окончания поединка. Разящий удар нанес Артем Антошкин. 3-2. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok